Давайте вспомним, как задача оптимизации кадрового управленческого состава была сформулирована президентом. Я поставил конкретную задачу перед администрацией президента, и Семен Борис Шапира мне пообещал решить эту задачу. Сократить, пусть в результате эксперимента, не все доверяют тому, что я говорю и верят, хотя бы на первом этапе в два раза госаппарат, а деньги все оставить для этих госслужащих. И я пообещал, что мы найдем вне бюджета деньги, чтобы их поддержать. И что вы думаете, эта проблема решена сегодня? Я попросил, а сегодня я принял решение. Поэтому, Андрей Владимирович, Семен Борис, положите мне с косинцем на стол эти предложения по сокращению государственного аппарата. Я не хочу сказать полтора, а два раза лучше в два раза. И параллельно систему мер по неукоризненному исполнению принятых решений. После такого распоряжения к кому, как ни к Семену Шапира, председателю Минского облсполкома, нам было обратиться за комментарием. Еще одно интервью на полях Всевелорусского собрания. Президент действительно мне и помощнику президента, главному инспектору по Минской области Николай Николаевичу Корбату делал такое поручение. Мы собрали наш актив, не только вертикаль власти, мы пригласили руководителей предприятий, сельских исполкомов, директоров, библиотек, домов культуры, всю сферу социальную и выработали предложения. Суть этих предложений заключалась в том, что мы нашли возможным около 10% районных исполнительных комитетов сократить людей. Но это главным образом не те профессионалы в своих отраслях, это обслуживающие и вспомогательные сотрудники, которые это бухгалтеры, экономисты, кадровики, которые есть в самостоятельных структурных подразделениях. Это главным образом. Когда мы изучили работу облсполкома, где сегодня трудится немного менее чем 500 человек, 493, мы нашли возможным тоже сократить около сотни человек. Поэтому эти предложения мы выработали и отдали в администрацию президента для последующего доклада о главе государства. Облсполком в любой области, по одной схеме построена его работа и по одному штатному расписанию, это своего рода маленький совет министров. То есть каждое министерство имеет свою вертикаль. Комитет экономики, министерство экономики, да. То есть у нас проходит фактически вертикаль. Власти вот она идет от министерств ведом. Точно же такие подразделения есть в каждом облсполкоме. Это ведомства министерства высшестоящих. И это значит, если мы ведем речь о сокращении областных или районных исправительных комитетов, то надо в целом... Обязательно. Обязательно. Ну, ученые посчитали, что при определенной избыточной численности самой системы управления она начинает работать сама на себя. Друг другу пишут бумаги, отчеты и так сказать... Ровно об этом президент Ильи. Да. Нам нужна эффективность власти. Не ради сокращения, а ради сокращения. Эффективность в реализации предельных решений. Абсолютно точно. Вот сегодня речь идет о районных исполнительных комитетах. Там сегодня от 50 до 80 человек в зависимости от района. Но у нас есть район, как Борисовский, где 150 тысяч жителей только в городе. Это половина города Гродно. Поэтому дело это очень тонко. Не потому, что она связана с судьбой человека, с самим человеком, с его дальнейшим трудоустройством. Надо сокращать так, чтобы не навредить, в первую очередь, экономике, народному хозяйству и обществу. В вашем выступлении вы сказали, что сейчас сложилась ситуация, когда вкладывать в депозит выгоднее, чем вкладывать в какой-то бизнес. Как решить эту проблему? К кому вы обращались, когда об этом говорите? Вы знаете, эта тема не мной озвучена, она известна у правительства. Неоднократно она рассматривалась, аспект этой проблемы рассматривался у главы государства. Поэтому Национальный банк правительства выработали механизм действия, так сказать, дорожную карту, по которой, значит, будет идти поэтапное сокращение стоимости кредитных ресурсов. Оно уже идет? Оно уже идет. Нам бы просто хотелось, чтобы темпы эти были быстрыми. Но здесь тоже есть опасность, чтобы не навредить, чтобы не нарушить паритеты денежно-кредитной системе. Это очень тонко на самом деле, но я думаю, что есть инструменты, есть опыт, как это сделать гораздо быстрее. Беда ведь в чем, что экономика получает большую нагрузку, не восполняет оборотное средство и как результат не может ввести кое-где расширенное воспроизводство. А кое-где даже и простое уже не получается воспроизводство. Поэтому, я думаю, эта задача не нова, она изучается, рассматривается, и она приоритетна сегодня. Это очень важно. С любым руководителем предприятия, особенно в сельской местности, где замедленный оборот капитала, где без кредитов трудно осуществлять производственную деятельность, это очень актуальная тема. Семен Борисович, Вы сказали, что руководители, предприятия любого уровня боятся принимать решения. Почему? Есть сегодня такое опасение. Действительно, у некоторых руководителей, особо деятельных и инициативных, которые принимают решения, принимают иногда не совсем, как некоторым кажется, правоохранителям логичное решение, но от этого получается хороший экономический эффект. Такой-то экономический эффект уже не рассматривается многими правоохранителями, а сама механизм принятия того ли решения. Я знаю случаи, когда руководители хозяйства, продавая продукцию по себестоимости, которую надо продать, потому что завтра вообще ее не продашь, они возбуждают уголовные дела, о чем я вчера говорил. И аналогичных примеров, к сожалению, очень много. Я, кстати, недавно об этом докладывал в Гайве государства. Я думаю, что в обществе уже есть какой-то такой разговор на эту тему, не совсем хороший, что слишком много у нас уже таких факторов. Президент же сказал, если у вас есть доказательства того, что где-то нарушен закон, только в этом случае правоохранительные органы, вы можете идти на этот этап? Да. Вот я недавно информировал главу государства, что мы в одно сельскохозяйственное предприятие забрали руководителя из другого района, определили уровень зарплаты. Работая заместителем предыдущего места работы, он получал зарплату гораздо выше, чем она стала у него руководиться. Объединение два колхоза. Зарплата этих руководителей, двух суммарных, что были раньше, превышало тоже его этот уровень, который ему сейчас заплатили. В один день выезжают туда 11 или 10 сотрудников в погонах, изымают зарплату, начинают проводить там какие-то проверки, пересчитывать скот, он только год отработал. Но за этот год он уже на 140% увеличил объем производства. Замечательный показатель. Стабилизировал коллектив, год отработал, уже ходит и объясняется. И таких примеров я сегодня могу называть десятки. Семен Андреевич, я в завершении каждого интервью прошу собеседника высказать свои впечатления от прошедшего собрания и рассказать о том, как ему видеться перспективы. С каким настроением вообще мы выходим в эту новую пятилетку? Вы знаете, послушав доклад, проанализировав доклад, программу социально-экономического развития, я глубоко убежден, что Беларусь и дальше будет развиваться. Да, может быть, хотелось бы нам более быстрыми темпами, как это было в предыдущем пятилетии. Но мне нету сомнений, что у нас есть заложена основа. У нас замечательные люди, трудолюбивые люди. Страна достойно представлена в мировом сообществе нашей сегодня. Председатель Минского облсполкома Семен Шапира. Надо признать, что его выступление на Всебелорусском народном собрании было одним из самых предметных. И для обсуждения всех проблем, с которыми руководители предприятия обращаются к главе региона, нужен отдельный эфир. Но так или иначе, решать их придется, иначе нам не выполнить того, что намечено.